Сладкий чай, шоколадка и освобождение от занятий. По желанию. Награда студентам за сданную кровь. Тем, кто первый раз, еще и красная ленточка. Но большинство уже доноры со стажем. Мне от этого ничего не будет, что чуть-чуть сдать. А кому-то я, может, жизнь спасу. Чтобы стать донором, нужно пройти регистрацию, осмотр терапевта и сдать кровь из пальца на определение группы. Самая распространенная – вторая с положительным резус-фактором. Самая редкая – четвертая отрицательная. Основные требования ко всем – умеренное питание, никакого алкоголя накануне, возраст больше 18 лет и вес больше 50 килограммов. Есть относительные противопоказания, есть абсолютные. То есть желтуха, сифилис – это относится к абсолютным противопоказаниям. Ну, то есть, чтобы здоровый контингент. Но, как правило, студенты, студенты на 90% – это здоровый контингент. Добровольных доноров на выходе из мобильного пункта встречают волонтеры, угощают, следят за самочувствием. Такие акции Самарский университет проводит два дня на двух площадках у основных корпусов. В день приходит больше 100 человек. Это 50 литров крови. У нас бывают такие мероприятия, когда мы собираемся и сдаем кровь конкретно для какого-то нуждающегося в сию минуту человека. И тогда адресно ребята идут и сдают кровь уже на станции. В следующий раз мобильный пункт приедет к университету осенью, но сдать кровь на станции переливания можно в любое время года. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События.